Так, это Ирина Александровна, узнаешь? Это твой брат Иван. Мы готовим тебе посылку. То есть посылки были всякие, а здесь я просто увидел, что это крупные, ну, все подряд собирали, жалуюсь, ну, каждый вот завтра едем опять с Тимошкой, вот тебе ведро, вот тебе второе ведро, вот, в одно крупное, в другое, в другое, в другое, все подряд, ну, сыпется, сыпется, мало, но сыпется, никак, вот, я уже устал это собирать, иди собирай. Я тебе заплачу. И собирает ведро 100 рублей. И вот получается, что? Вот в руке, допустим, да, абрикос, который называется Королевский. Ну, он третье место мне держит, второй, третий. Вот. А я иногда, я еще вспоминал, еще буду вспоминать, ведь, когда, видимо, когда-то Исакову, ее подругу Наталью Медведеву, их что тогда возмутило? Что косточка 25 рублей стоит. Вот. Они сказали, тысячу рублей выкладывают, да, это минимальный заказ. Но я не могу, у меня были заказы, я чуть ли не оправдываюсь перед той же Исаковой. Хотя она меня это оскорбляет везде-всюду, видите? Вот. Это ее слова. Так вот. Как же тут быть, когда... Пришлите три косточки. И даже не задумываются люди, что такое три косточки, когда посылка в 200-300 рублей обойдется. Я и придумал, ну, я раз посылка в 200-300 рублей. Ну, давайте их 40 косточек, не меньше, да и отчетность собирать. Вот я оправдываюсь. И вот что интересно, дальше у меня есть письмо, я такие письма жду, как дар небеса, получаю все редко. Мне же будет уникальное письмо от этого, садовода генетика. Так вот, Ольга Сакова, котика из них дадут, дички нет? Пока ни одного. Наоборот, вот эта фарина, да, это я посылку собирал, абрикос бородича. Я не знаю, он крупноплодный, он где-то, наверное, с первого десятка, если брать по круглости, но у меня бы занимал 6-8 место. Ну, не знаю я, бородича уже выкнил. Я выслал вот этот вот кулечик. Косточки, берегите. Дело в том, что есть одна особенность. Знаете, как я познакомился с бородичами? Познакомился давно, 30 лет назад, даже раньше. Вот, когда... Ну, дружили мы друг другу. Кальвадос у него был уникальный, понимаете, да? Вот, он ни одного не отпускал, пока не попытался влить в него стакан кальвадоса. Другое дело, я за рулем, у меня это миновало. Вот. Так он мне бутылку с собой сунул. 500 килограмм яблок перегонял на кальвадос. Представляете? Вот это было одной из его особенностей. А я о нем в хорошем смысле, в добром, гостеприимный, великолепный, специалист уникальный. Вот. Я был нуль, новичок. А он был уже знаменит. Прошло 10-15 лет, и мы вместе по очереди, я горжусь этим, читали лекции. Надо будет фотографии показать. Мы специально фотографировались. Он говорил так, Олег Константинович, а он же почетный гражданин Саногорска, у него награда была государственная, орден, знак почета за садоводство. Тогда это уважали садоводом. Сейчас не те времена. А тогда было. И вот, что интересно, я уже объяснил, что это за личность, а теперь главное. В какой-то момент мне жаловались, а вот гражданский продает привитые, но страшно дорого. А Бородич продает непривитые, то есть он берет косточки, это учеба, ребята, и выращивает за с них однолетние садовцы, продает. Тогда вот то было, вот я забыл цифры, помните, миллионы эти. Но я помню, конечно, цифры. У этого 150 рублей самые дорогие были. На какой-то, может, 150 тысяч, может, 150 миллионов. Главное соотношение я запомнил. Значит, Бритяевского супер-шорта действительно допривито 150, а он по 30. И народ старался, а не тот и другой, а третий был Левицкий. Левицкий особый разговор. Вот это тройца продавала, а Бритяевский тоже мой друг и Саногорец, поселу геологов. И получалось так, что вроде бы, казалось бы, то у того привита, там гарантия, что вот такие будут. А у Бородича, он же продает семян, его должны потом притебить. Нет. В те годы, не в эти. Прошло несколько лет, и они появились на рынке уже в виде, не сальца, а в виде плодов. Вот, видите, вот это вот. В виде плодов. И откуда у меня этот кулечик? Подхожу и говорю. А это, а я же не могу, я же любопытный, как это самое. Причем скромный кулечик, больше ничего нет. Там лук, морковка. А это Бородича. Как Бородича? В смысле, от Бородича саженец. А Бородича подавал-то непривитая. И у меня таких случаев накопилось один, другой, пятый. И тогда уже появились сомнения. А что, из косточки обязательно дичок должен быть? Я не был, конечно, таким, этим самым, как сказать, шибкограмотным. Просто где-то что-то прочитал. Не вздумайте это. Выращивайся косточки. Вот. Откуда пошло, ребята? Это учеба. У меня только один классический пример. И вот таких примеров из жизни. Пример от Мичурина. Берёт. Выращивает. Я вам рассказывал, но меняются же люди. Берёт. Семечки достаёт из Антоновки плодок. Выращивает. И получается дикарик. От этого много и пошло. Потому что это было в его, так сказать, избранных статях, главах. Тут же он разъяснил. Подвое дикое яблоня. Передало дикие качества. И хотя самые плоды были, как плоды. То есть нормальная, вкусная, мотоновка, запашистая. Но выращенная уже от него семечка получилась от подвоя, пройдя культурную, перейдя в дикие качества, переходит семена. И вот эта вот классика, она сильно повлияла. Сильно. Я потом, когда у меня набралось уже свои понятия. Вот у меня папка, там очень много фотографий с разных страны. И там речь идёт, в том числе и выращенная из косточек. Я разделил семечковые яблоня, груши, сами по себе. Потом дойдём, если бы этот раздать. Там вот такой вот у меня заказ. И как надо разбирать. Потому что мои же ученики, ну и мы же перемудрили. Но об этом мы поговорим. Хочу их предостеречь. А здесь-то косточка, их трудно испортить. Вот. А? Я почему ещё вспомнил? Когда она мне тнула мордой, что у меня дорогие косточки. Вот. Ну, дорогие, ну купи на рынке, вырасти. Вот. Узбекские купи. Вот. Всякое бывает. Как-то с Марокко видел. С Голландии видел. Сейчас куда-то видел. Сейчас скажу. С Новозеландии видел. А это вообще это. Там, где люди ходят не с головой. Помните? На той стороне планеты люди ходят не с головой. По отношению к нам. Если вы не в курсе. Оттуда. Ну и, пожалуйста, растите. А здесь, получается, раз она видела, значит, она всё-таки чего-то в неё кает. А я надеюсь, что тогда, может быть, она этот вебинар увидит. Или кто-то скажет. Там, Ольга, там, Железов, там, это. Опять вспомнил. Лишь не к ночи, будь, вспомнил. Посмотри, может, всё-таки поменяешь, Ольга, это мнение, что вырастут дикари. И не будешь людям голову морочить. И вот, получается, вот так вот. Бородич. У него прекрасный сад был. Я о нём рассказывал несколько раз. Уже неудобно повторяться. Фотографию. Он весь в абрикосах. Вот. Мой друг. И выращивал сельцы. Сельцы давали вот такие плоды. Нормально. Ольга.